Представители СМИ Узбекистана, Туркменистана, Грузии, Сербии, Болгарии начали свое путешествие по Турции. Главная цель – ознакомиться с культурой страны, посетить достопримечательности. В частности, они посетили город Кайсири, который в настоящее время стал истинным центром искусства, науки и туризма. Турция имеет достаточно привлекательных для иностранных туристов регионов, в их числе город Кайсири. В частности, здесь находятся археологические музеи 6000-летней истории. Церковь Сур-Плусаворича, датируемая XII веком, в ней радует глаз образцы архитектуры 900-летней давности. А старое здание в городе Иосгад, одном из старейших городов Анатолийского региона, – это римская баня Сыраая. Археологи, проводившие раскопки, говорят, что эта баня была построена во времена правления дочери римского императора. Кстати, это историческое место посетил мэр города. Во время раскопок на этом месте были обнаружены два мифологических изображения. Первое – это изображение змеи. Это напрямую связано со здоровьем. Под этим подразумевается, что человек, попавший в баню, выздоравливает от различных болезней. А второе – образ быка. Он является символом силы и власти. Мечеть Чапан-Углы, степичная для XVIII века архитектура, также является популярным местом туристов. Здание состоит из двух частей. Внутренняя часть была построена в 1779 году, а внешняя – лишь 16 лет спустя. Эта мечеть дает много информации об архитектуре эпохи сельджуков и Османской империи. Одна сторона напоминает Османский дворец. В этой мечети не установлена специальная система отопления. Но самое интересное, что и зимой, и летом внутри тепло. Также путешественники посетили город Кыршихир – важный центр анатолийской культуры. Это японский парк в районе Каман. Он был построен японцами в 1993 году. Сейчас это излюбленное место отдыха как местных жителей, так и туристов. Также в числе туристических достопримечательностей – мечеть Ахиевран. Здесь в мечети похоронен великий турецкий суфий, мыслитель, общественный деятель и ремесленник Ахиевран. Всю свою сознательную жизнь он проповедовал людям держать под контролем руки, спину и язык. То есть быть честным, не воровать, не давить на другого, не унижать, хранить секреты. Вы не поверите, но братство ремесленников, основанное Ахиевраном в XII веке, существует и по сей день. Зарина Удбанова, Армандус Магомбетов, Телеканал Актубе.